Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Сегодня бы я хотела с вами поговорить про неполноценность. И мой ролик называется «Неполноценности не существует». Я часто встречаю такие запросы, как мне проработать неполноценность, что мне делать с неполноценностью, как избавиться от неполноценности. Но неполноценность — это только следствие, причина кроется совсем другим. Я начну свой ролик с того, что некоторые вовсе не понимают, что они сейчас находятся в этой самой неполноценности. Я беру это слово в кавычки. То есть фактически каждый раз, когда мы не получаем желаемое, мы попадаем в неполноценность. То есть в меньшую ценность, чем была до этого. Сразу разберем на примере. Я когда-то преподавала йогу, и я уже не преподаю ее 7-8 лет. И я так преподавалась, что даже не могла делать йогу для себя. И я ее завершила преподавать. Мне уже было 43 года. Я чувствовала усталость, чувствовала, что мне не хватает физических сил. Я это все прекратила. И 7-8 лет вообще ничего не делала. И вот у меня опять возникла потребность поделать йогу. Я прихожу в зал, начинаю делать асаны. И понимаю, что мое тело не гнется. Все мои растяжки ушли, появилась слабость в мышцах. И в этот момент я как раз-таки встречаюсь как бы со своей неполноценностью. То есть у меня есть в памяти представление о том, какой я должна быть, и я ему не соответствую. Вот это главный момент, когда мы попадаем в эту неценность. У меня есть представление, как должно быть, но я не соответствую этому представлению. В этом несоответствии я проваливаюсь в определенные чувства. Вот я начала свой ролик с того, что многие вовсе не понимают, что они сейчас находятся в этой самой неценности. В такие моменты у человека появляется громадное количество чувства. Отчаяние, злость, страдания и так далее, и так далее. Но первоначально он должен упасть с некого постамента, на котором он стоял. То есть со мной что-то начинает происходить. Я не могу это делать, и со мной что-то начинает происходить. У меня появляются какие-то чувства. И человек в минуту падения в свою якобы неценность, вот в это несоответствие представления о том, как должно быть, обычно уходит в два варианта эмоционирования. Или в страдания, или в злость. То есть в такие моменты может появиться даже ощущение накатывающихся слез, как будто хочется поплакать. Или же появляется злость на себя, что ты так не можешь, или злость на другого. Например, на инструктора. Почему она дает такие тяжелые упражнения? Она все делает неправильно. То есть психика, она свалилась с идеалистического представления о себе, личность свалилась. И она начинает выкарабкиваться или за счет страданий, или за счет злости. Многие люди, вот я акцентирую ваше внимание, что не понимают, что с ним сейчас происходит. То есть малейшего, не по-моему, достаточно, чтобы эти процессы запустились. Сейчас приведу еще один пример. Я сегодня приготовила много примеров, потому что вы просите в комментариях рассказывать на житийских примерах теорию. Второй вариант, второй пример. Я, например, пришла в поликлинику, в частную. И там перед регистратурой стоит очередь. Я становлюсь в эту очередь. Каждый из нас, кто становится в очередь, он мгновенно теряет свою как бы ценность. То есть сверхценность. Он становится одним из. Если мы погрузимся в те эмоции, ощущения, которые у нас возникают при попадании в любую из очередей, мы становимся усредненными. Мы становимся как все. Мы перестаем быть особенными. К нам нету особенного отношения. Поэтому так приятно, когда есть возможность, чтобы кто-то тебя провел без очереди. Где мы как будто опять приобретаем утраченную ценность. Но на самом деле мы утрачиваем свою сверхценность. То есть опять это не по-моему и еще усредненность. И вот я в этой очереди достоялась. Получила номер кабинета, в который мне надо идти. Я прихожу в кабинет, и врач, допустим, он замучен приемом, он устал, и он разговаривает со мной, но разговаривает достаточно спокойно и достаточно формально. Если в моем сознании представление о том, как должен говорить врач, не совпадает с этим врачом, то я опять буду ощущать ту ценность, которую мне как бы забрали. Ко мне нету особенного отношения, сверхценного отношения. То есть человек, например, делает все как надо, он профессионал, но он не дает мне какого-то эмоционального отклика, которого я жду. В этот момент я опять попадаю в свою неценность. То есть у меня забрали представление о том, как я ожидала, о том, как должно быть. Ко мне относятся хуже, чем я хотела. Мне пришлось в регистратуре отстоять очередь. Я ее не ожидала там на нее тратить время. Или же я пришла на йогу и я ожидала, что я могу делать это все лучше. Видите, везде есть это лучшее представление и невозможность получить то, что у меня находится в сознании. Еще один вариант. Например, я прихожу в группу. В группу, допустим, психоаналитическую. И в этой группе я, несомненно, буду чувствовать волнение. И когда мы волнуемся, у нас появляется страх перед тем, что мы не знаем, мы не понимаем, кто в этой группе, мы не понимаем, какие тут правила, мы не понимаем, что будет. И в этом непонимании, невозможности контролировать ситуацию я тоже становлюсь как будто маленькой. То есть я не контролирую пространство. Я не могу пространство приказать, будь таким, как мне надо. В пространстве, где я пыталась делать йогу, я не могу телу приказать, делай красиво и правильно, как было. Стоя в очереди, я не могу сказать, разойдитесь все. То есть я могу это сказать, но есть определенные последствия. Если я пойду без очереди, то будет скандал. Или же я врачу как бы хочу сказать, относитесь ко мне как к особенной, улыбайтесь мне, источайте дружелюбие. То есть, видите, когда мы ощущаем неприятное, неполучаемое желаемого, то у нас точно есть вариант, как должно быть. Каким образом должно поменяться пространство, или же мое тело, или очередь, или врач, или же какой должна быть эта группа для того, чтобы я ощущала свою ценность. Еще один вариант. Я советую кому-нибудь. Вот я вижу в комментариях, например, под моими YouTube-роликами, как кто-то пишет о чем-то, и появляются советчики. Они советуют, как правильно, они советуют, что делать. И на эти советы человек может получить реакцию, например, почему вы мне советуете, я вас не спрашиваю. И человек советует, он становится на стульчик, он лучше знает, он вещает, и он ожидает благодарности. Вместо благодарности ему говорят, мне ваши советы не нужны, я не спрашиваю. То есть, человек приобрел уже сверхценность, он ожидает благодарность, он хочет, чтобы человек к нему относился как к особенному, который знает, как лучше. А вместо этого он получает совсем обратное. И он падает в неполноценность из этой неполноценности, то есть отсутствие сверхценности, отсутствие восхищения мною, он будет выходить или через страдания, он будет страдать, какие эти люди неблагодарные, или через злость, злиться на этого другого. Теперь объединим все эти пять случаев, которые я писала. Есть представление о том, как должно быть, и отсутствие совпадения реальности с этим представлением. То есть, фактически, самая реальность, самая действительность, она не хочет быть такой, как мне надо. То есть, если я начинаю конфликтовать, отвергать реальность и действительность, себя ту, которая не может делать упражнения так, как делала, себя стоящую в очереди, мне я не нравлюсь стоящей в очереди. Я себе нравлюсь не стоящей в очереди. Я себе не нравлюсь той, которой врач относится как к одной из. Я себе не нравлюсь в группе боящейся. Я себе не нравлюсь в группе, не имеющей особенного отношения ко мне людей, не прислушивающихся ко мне людей, не восхищающихся мной, не поддакивающих мне. Я себе не нравлюсь такая, которая неблагодарна за советы. То есть, видите, когда мы принимаем обстоятельства, мы принимаем действительность, такая действительность, такая реальность, ты не можешь делать йогу сейчас так, как делала, то тогда я не проваливаюсь в никакую неполноценность. То есть я понимаю, что мне 50 лет, что большой перерыв, что я не могу, объективно не могу это делать. И если я это понимаю, то я в неполноценность не попадаю. Ее не существует, она начинает отсутствовать. То есть фактически, чем человек более смиренно воспринимает реальность, тем меньше у него неполноценности, тем меньше у него страданий и злости. В такие моменты у меня обычно спрашивают, так что не хотеть лучше, так что мне не хотеть делать упражнения так, как было, или же так что мне не злиться внутри, что я стою в очереди, или что мне не говорить ничего врачу, вот он ко мне так вот относится, я хочу по-другому, или же что мне не переживать, что я так вот в группе. Вот эти все вопросы, они говорят о том, что человек не обладает понятием времени. Вот смотрите, когда я падаю с постамента, который я воздвигла, я его воздвигла, не согласовав с реальностью. Я представила что-то, что не может существовать в реальности. Если этот постамент воздвигнут, то я хочу мгновенно в этот момент времени, чтобы было по-другому. То есть вся эта буря чувств, все это падение возникает из-за того, что я хочу уже сейчас делать эти упражнения так, как делала раньше. Сейчас я не даю себе времени. Вот я приблизительно полгода, как я возобновила практику йоги, и мое тело сейчас может делать на 30% от того, что оно делало. Через полгода 30%. То есть я могу предположить, что через полтора года я приближусь к тому уровню, если будут регулярные занятия, и если мое тело здоровьем не позволит. Это не обязательно так будет, но я более-менее приближусь. Видите, я добавила фактор времени и тут же успокоилась. Я тут же уже не нервничаю, что я это не могу. То есть я понимаю, как обстоят дела, какая реальность, сколько действительно мне надо времени. Я понимаю, что мне надо подождать, как и в очереди. Как будто кто-то внутри закатывает истерику и требует, сделай что-то, я не хочу стоять в этой очереди. То есть появляется эмоциональное давление. То есть мало того, что я свалилась с этого постамента, с постамента идеалистического представления, как должно быть, я еще и как будто сама себе закатываю истерику с требованием исправить это. Вот эту истерику исправить это, это мы не всегда предъявляем себе. Когда мы это предъявляем себе, то мы называем это аутоагрессией. То есть мы давим на себя. Я помню, как я преподавала йогу, была полная девушка, и она прям хлистала себя. Там такие есть поясочки для йоги, для растяжек. И она этим себе поясочком прям хлистала, наказывая свое тело, которое не может выдать ей тот уровень, который ее хочется. Но эта истерика может выплеснуться и вовне. Например, когда очередь медленно движется, мы сами на себя эмоционально давим, и эта истерика может вырваться. Что вы там копаетесь? Давайте быстрее. Или же эта истерика может вылиться, например, на инструктора по йоге, к которому я пришла. Это плохие упражнения, это неправильные упражнения. То есть фактически это все мои процессы, но из-за того, что я их не присваиваю, и не понимаю, что они мои, я начинаю искать кого-то вовне для того, чтобы снизить эмоциональное давление на себя. То есть это как ребенок, который требует у родителя, исправь действительность, исправь реальность, сделай ее такой, как мне хочется. Точно так же и когда, например, я советую, я хочу быть сверху, я хочу быть лучше, я хочу быть вещающей. Я хочу быть вещающей на чужом YouTube-канале. Но я вот тут хочу самоутвердиться. И когда я попадаю на человека, который мне дает обратную связь, мне это не надо, я это не просила, то я как будто начинаю метаться внутри и не понимаю, что я попала в полноценность. Вот неполноценность — это ощущение все время, что ты сыпешься вниз, как будто скользишь по ответственной стене. И я скольжу вниз по этой ответственной стене, и я начинаю разговоры внутри. Нет, ну я правильно советовала. Вот какие люди неплагодарны. Нет, я все правильно сделала. Ну а как можно было по-другому? И вот эти вот выплески скандала, выплески вот этой внутренней истерики, где-то глубоко внутри мы понимаем, что с этим что-то не так. Вот когда мы устраиваем истерику себе для получения сверхценностей, она выходит наружу. У нас появляется стыд. Мы интуитивно понимаем, что мы что-то делаем не так. Да, не так. Потому что мы пытаемся враждовать и воевать с самой реальностью. Мы ей предъявляем претензию, что она не такая. То есть как будто нам хочется установить свою власть над этой реальностью, чтобы она была всегда такой, как мне хочется. И важный момент — прямо сейчас. То есть неполноценность — это эмоция с требованием дать желаемое или к себе, или к миру прямо сейчас. Там нет растянутости, нет периода. Как работать с так называемой неполноценностью? Во-первых, необходимо вывести сознание, что со мной сейчас происходит. То есть эти все цепочки, которые я писала, их необходимо не только послушать под кофе, но и записать. И я попрошу своих зрителей тоже взять какие-то моменты из вашей жизни и описать в комментариях вот так, как я сейчас расписывала это в видео. То есть какой-то момент, где было падение в неполноценность, было ощущение вот этого соскальзывания вниз, как будто с какого-то постамента. После этого возникало внутри или страданиях, желанием заплакать, или же разозлиться на себя или на другого. И требование прямо сейчас дать желаемое. Никакого ожидания. И вот когда вы переберете ручками именно свои факты, проживете это на себе, во всяком случае вы будете понимать, что сейчас с вами происходит. Когда мы говорим о состоянии «я есть», это состояние синхронизировано с реальностью. Так сейчас есть. Только так я могу сейчас делать йогу. Так сейчас есть. Есть — это очередь. Так сейчас есть. Врач такой. Так сейчас есть. Я на группе ощущаю волнение. Так сейчас есть. У меня есть желание получить сверхценность, давая совет. Вот я такой сейчас. Я такой есть. Такая реальность. И многие люди воспринимают эту констатацию, ее есть, как будто они теряют что-то прекрасное. Они говорят, что если мы перестанем возмущаться, мы ни к чему не будем стремиться. Нет. Устремленность — это другое. Это когда ты можешь понять, что происходит, ну, например, даже с тем же врачом. Часто бывает так, что наше вот это вот соскальзывание, неполноценность создаёт какое-то первое неправильное впечатление. Потом мы общаемся с человеком, понимаем, что человек абсолютно другой, не такой, как мы его себе представляли. И вот эта возможность давать себе время, возможность не быть во власти этой внутренней истерики оставляет нас здравомыслящими. И нам как минимум потом не стыдно за эти скандалы. И мы как минимум экономим свои нервы, энергию, потому что мы знаем этот процесс, мы вывели его в сознание. И мы понимаем, что даже если мы называли это красивым словом неполноценность, это всего лишь невозможность реальности дать нам желаемое в этот момент. И когда я говорю невозможность реальности дать желаемое, я говорю не только про внешнюю реальность, но и про свою реальность. Я реальной себе сейчас не могу дать желаемое. Вот такая она неполноценность, которая на самом деле сверхценность, и вот такие мы, которые не могут быть пластичными. И вот эта пластичность наша, понимание, что вот такая реальность, несопровождение, несовпадение реальности эмоционированием помогает нам быть уместными и помогает нам действительно мыслить. Потому что если мы начинаем доверять этим чувствам, то они нас заведут не то чтобы в никуда, но даже в неприятности. Я буду завершать. Напоминаю, что у нас состоится проект Connect в ноябре. Мы впервые его проводим. Он необычный. Я сама волнуюсь по поводу этого проекта. Там будет именно про установление контакта. Я буду открытую сессию проводить и объяснять, как я работаю с клиентом. Этот проект будет полезен не только для тех, кто практикует, но и для тех, кто хочет понимать, что у них происходит в контакте, в общении. А я с вами прощаюсь и до новых встреч.